Кружит с места И спереди смеется здесь голосок Раскрой же зонт, надвинь свой серый капюшон И подойди поближе, я слегка продрог Какой смешной сегодня день, и в нем я сам себе смешон Но это лучше, чем быть жалким, как приносок Бегут года, но не беда, мы вечно ждем, пока живем И как ни странно, мы по-прежнему вдвоем И как ни странно, мы по-прежнему Какой смешной сегодня день, и в нем я сам себе смешон Но это лучше, чем быть жалким, как приносок Года, что дым, еще дым А мы все ждем, пока живем И как ни странно, мы по-прежнему вдвоем И хорошо, что мы по-прежнему вдвоем Субтитры создавал DimaTorzok Поспорить с таким количеством пластинок может только настоящая звезда. Здорово, старый. Только сейчас тебя слушаю. Да? Даже в квартире оставили, чтобы духов разгонять. Отличная музыка. Последний раз они встречались в 95-м. Сегодня, оказавшись в студии, отец Герман первым делом тянется к инструменту. Но брать в руки не решается. Говорит, взять чужую гитару – это все равно, что сесть за руль чужого автомобиля. Мы купили машину первую, поменяли, потом отдали две гитары. И магнафон тоже. Не, магнафон мы потеряли по дороге. Машина, она, включая состава, не заводится, нужно толкать. Ген за рулем, мы с Сашкой выкакиваем, это как корбой. Толкаем и на ходу запрыгиваем. И так несколько раз запрыгивали, запрыгивали, а потом вещи как-то вытащили, там что-то Гена чинил. Прыгнули, как ковбои, и забыли про магнафон. А потом как-то была ночь глухая, где-то уже часа три ночи, и машина заклохла. Ни одна угонька вообще, лес кругом. И Гена такой сел, так за руль, и молчит. Гена, что это? Гена такой, это конец. И тут раз, видимо, Гена помолился, и проводки, значит, подергал проводки. И чуть-чуть, ду-ду-ду-ду, мы опять выскочили из машины, толкнули и поехали дальше. В середине 80-х с группой «Динамик» Геннадий Рябцев объехал весь Советский Союз. Это любительская съемка 85-го года. О, как смешно. Здорово. Это 30 лет назад, слушайся. Гена такой, диран-диран. Диран-диран, мы правы. Еще по пути в студию отец Герман разоткровенничался. Говорит, хочу, наконец, сказать Кузьмину то, о чем молчал 20 с лишним лет. И вот для обоих наступает момент истины. Не знаю, задумался ты, какая-нибудь или нет, но вот и ты меня привел в храм. Ты знаешь, в этом нет. Я впервые пришел в храм помолиться. С тобой, с Татьяной, с детьми. После отец Герман признается. Эта короткая, первая за 20 лет встреча не могла быть случайной. Он верит, что совсем скоро увидит Владимира Кузьмина в храме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова